Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Лаврова Ксения Андреевна. Моя специализация, как уже сказал наш модератор, это пластическая хирургия, поэтому, наверное, у многих возникает вопрос, что я делаю на терапевтической конференции. А я бы здесь хотела поговорить о ранозаживляющих препаратах. То есть в нашу клинику приезжает огромное количество врачей на стажировку. И одни из самых распространенных вопросов – это какие препараты мы используем для заживления ран. Поэтому сегодня я бы хотела с вами поделиться нашим опытом. Из истории вопроса. Понятно, что как только люди стали сталкиваться с травмами, сразу же начались попытки управлять этим процессом. И желание ускорить заживление, он вполне закономерен. На этом слайде представлены вещества, которые можно найти в литературе, вещества, которые люди применяли для того, чтобы попытаться как-то влиять на скорость заживления ран. Здесь вы можете видеть достаточно экзотические экземпляры, такие как вино, свежее мясо, пиво, навоз. То есть это все то, что описано в различных литературных источниках за разные годы. Опыт, накопленный людьми в процессах заживления ран. На сегодняшний день существует огромное количество препаратов, которые многие врачи практически в каждой клинике могут использовать. У всех арсенал этих препаратов достаточно богатый. У кого-то есть какие-то свои наработки, кто-то использует какие-то народные средства. Но на этом слайде представлены, на мой взгляд, самые распространенные препараты, которые на сегодняшний день могут использоваться и которые вы можете найти в аптеках. В связи с тем, что октовигин наиболее популярный препарат, мы остановимся на нем чуть более подробно. Это препарат, который в нашей клинике использовался достаточно активно. Практически в любом назначении его можно было встретить. Суть его состоит в том, что по аннотации он ускоряет метаболические процессы и является очень мощным антиоксидантом. Показания к применению достаточно обширны. В нашем случае, в нашей клинике он назначался практически после любых операций. То есть он шел практически вторым пунктом после антибиотика, инфузионной терапии. После любых травм, то есть при различных язвах, то есть практически при всех поражениях мы назначали этот препарат. Для того, чтобы понять, как эти препараты могут воздействовать на организм, необходимо разобраться в том, как происходит заживление раны. Итак, что такое рана? Рана – это нарушение анатомической целостности тканей, которое сопровождается образованием раневого пространства, полости или раневой поверхности. Все раны всегда являются результатом поглощения энергии. Энергия передается телу любым повреждающим агентам. То есть это может быть пуля, электроток, скальпель, то есть неважно. То есть в любом случае должен быть какой-то агент. И степень тяжести повреждения зависит от силы источника энергии и спецификации ткани. То есть понятно, что если вы попробуете скальпелем, допустим, повредить кость, то сила, с которой вы воздействуете на кость, она должна быть значимой. Ну, я нашла данные, что это должно быть 64 килограмма на квадратный сантиметр. Итак, какие же фазы раневого процесса существуют? То есть первая стадия – это гемостасовое спаление. В некоторых литературных источниках эти фазы могут по-разному называться. И где-то написано, что это три фазы, объединяя гемостасовое спаление, где-то идет четыре фазы, гемостас выделяя отдельным пунктом. Ну, по большому счету это не столь важно. Значит, гемостасовое спаление объединяет процессы альтерации, эксудации, некролиза, то есть очищения раны от некротических тканей. Процессы пролиферации – это образование и созревание грануляционной ткани и фазы заживления – формирование рубцовой ткани и эпитализации раны. Заживление проходит, эти стадии всегда, независимо от того, как было получено повреждение. То есть сбило собаку машиной, порезали вы ее во время операции скальпелем, то есть или, ну, там ее покусала другая собака. Неважно, то есть эти стадии проходят всегда друг за другом, то есть они могут замедляться, если они осложняются какими-то внешними факторами. Итак, заживление ран всегда начинается практически сразу после повреждения кожи. Первоначально образуются сгустки крови, которые герметизируют рану, а также являются каркасом для миграции клеток. Фаза заживления начинается примерно через 6 часов после травмы, то есть белые клетки крови мигрируют в рану, чтобы начать санацию. Также освобождаются цитокины, факторы роста, другие химические вещества, которые могут стимулировать восстановление тканей. Герметизация раны сгустком происходит всегда. И, по сути, она является некоторой матрицей, в которой в дальнейшем клетки будут мигрировать. То есть понятно, что клетки по воздуху летать не могут. Если к вам пришел пациент, либо, допустим, травма была получена достаточно на септических условиях, либо вы видите, что кровяной сгусток не очень большой, попытка убрать его может лишь удлинить время заживления. Понятно, что если у нас гематома или сгусток достаточно обширный, достаточно объемный, в дальнейшем это может привести к бактериальному обсеменению и к абсцидированию. Поэтому в любом случае вам необходимо на это обращать внимание. Если сгусток небольшой, не убирайте его, потому что вы просто удлините процесс. Клетки, которые попадают в этот кровяной сгусток, они, безусловно, попадают из поврежденных сосудов. То есть там могут присутствовать и фибриновые нити, и нитрофилы. В большом количестве присутствуют, безусловно, эритроциты. Также клетки эндотелия сосудов, которые попали туда через, опять-таки, поврежденные сосуды. Очень важную роль в заживлении играют цитокины. Цитокины – это небольшие пептидные информационные молекулы, которые взаимодействуют между клетками. То есть от клетки, допустим, А, идет сигнал клетки В, чтобы запускать какие-то очередные процессы. Основными продуцентами цитокинов являются лимфоциты. Кроме лимфоцитов, их также могут секретировать в достаточно большом объеме макрофаги, гранулоциты, ретикулярные фибробласты, эндотелиальные клетки. Цитокины активны даже в очень низких концентрациях. На сегодняшний день их насчитывается больше сотни. На этом слайде представлены лишь наиболее изученные из них, то есть те, которые, скажем так, даже синтезированы, и в экспериментальной медицине могут участвовать даже в лечении каких-то болезней. Понятно, что в ветеринарии пока мы еще далеки от этого. После первичной вазоконстрикции всегда происходит активная вазодилетация. Изменение микрососудистой проницаемости нарастает в первые 48-72 часа, способствуя поддержанию воспалительной фазы. Клеточный ответ в воспалительной фазе слегка отстает от сосудистых изменений, и, соответственно, очень важно уйти из этой стадии как можно быстрее. На этом слайде вы видите, что ретроцитов в кровяном сгустке стало гораздо меньше, что у нас эндотелий сосудов начинает потихонечку прорастать в наш кровяной сгусток. Фибриновые нити, сплетаясь, образуют более мощные волокна, то есть появляются также фибробласты, и эндотелиальные клетки, они движутся навстречу друг другу. Клетки эндотелия имеют такое свойство, они делятся до тех пор, пока они не встретятся с клетками эндотелия с противоположной стороны. Если на их пути есть какое-то препятствие, то, безусловно, они будут его обходить. Соответственно, чем более плотный, более выраженный струб присутствует на вашей ране, тем более длинный будет путь у клеток эпителиальных, которые продолжают свое деление. Более того, если вы постоянно будете пытаться убирать этот сгусток, у нас были ситуации, когда настолько тщательно проводили обработку рана, что этот сгусток до чиста практически убирался ежедневно, даже ежечасно, то есть очень активные владельцы, то клетки будут делиться по дну раны до тех пор, пока не встретятся друг с другом. И только после этого цитокин, который отвечает за то, что нужно прекращать рост эпителиальных клеток, даст команду клеткам прекратить делиться. Соответственно, далее хотелось бы поговорить о макрофагах. Значит, это один из самых важных компонентов клеточного ответа в воспалительной фазе. Он становится преобладающим типом клеток на третий-четвертый день процесса заживления. Большинство из нас помнит, что макрофаги, основной их функцией является фагоцитоз. Но на самом деле одной из также очень важных функций является продукция цитокинов. Вот так выглядит макрофаг. Это видео не совсем относится к нашей лекции, но, на мой взгляд, оно достаточно интересное. Сейчас оно попробует запуститься. Это макрофаг, который гонится за бактерией. И рано или поздно он, безусловно, ее настигнет. Поэтому в процессе заживления сам организм играет очень важную роль. И наша задача в основном ему не мешать. Ну, вот вы видите, что он поймал бактерию. Более того, он увидел еще что-то подозрительное. Тоже съел. Следующим важным аспектом заживления раны является пролиферативная фаза, которая включает регенерацию эпителия. Фиброблазия, образование коллагена, сокращение раны и восстановление сосудистой сети. Регенерация эпителия играет ключевую роль в процессе заживления. То есть, по завершении этого процесса восстанавливается барьер, который защищает подлежащие ткани от бактерий и народных материалов. Продвижение массы эпителиальных клеток, как я уже говорила, продолжается до тех пор, пока они не вступят в контакт с такими же эпителиальными клетками с противоположной стороны. Происходит контактное ингибирование миграции и сопровождается дальнейшей методической дифференцировкой, которая приводит к стратификации эпителия. То есть, он начинает превращаться в многослойный эпителий. На этом слайде вы видите, что практически отсутствуют у нас в нашем бывшем кровяном сгустке какие-то клеточные элементы. Там остались лишь коллагеновые волокна и фибробласты. Также вы видите, что у нас происходит прорастание кровеносных сосудов и образование новых кровеносных сосудов. Новые кровеносные сосуды обычно образуются следующим образом. То есть, происходит незначительное расслоение сгустка, образуются так называемые тоннели. И клетки эндотелиальные, которые присутствовали в кровенном сгустке, начинают мигрировать к этим тоннелям, выстилая их, образуя новые сосуды. Куда им двигаться и как делиться, и что делать, безусловно, регулируют цитокины, про которые мы говорили с вами ранее. Влажная поверхность раны улучшает ее нормальное заживление. Наоборот, высушивание раны существенно нарушает процессы заживления. Когда формируется корка или струб, подлежащая дерме высыхает и частично некротизируется. Соответственно, эпидермальные клетки мигрируют медленнее и менее эффективно, что задерживает эпитализацию. В закрытых влажных ранах миграция направленная и беспрепятственная, что обеспечивает более быстрое заживление. Поэтому многие наверняка сталкивались с таким понятием, как дать ране подышать. Проводились исследования, которые говорят о том, что под повязкой рана заживает гораздо более эффективно. То есть связано это с тем, что не происходит высушивания поверхности. И путь, которым нужно пройти эпитериальным клеткам, он намного короче. Соответственно, энергии на это затрачивается гораздо меньше. Понятно, что мы говорим о некой идеальной повязке, что если вы будете перетягивать лапы, у вас будут прилипать какие-то салфетки, вы их будете постоянно отдирать, то, безусловно, это все может привести к тому, что, наоборот, рана будет заживать гораздо дольше. Это очень поверхностное объяснение всех процессов, которые происходят в момент заживления раны. Но, тем не менее, когда нет понимания того, что происходит в ране, на каком стадии находится раневой процесс, врачи, то есть происходит вот такой вот шмяк рано с заживляющими мазями. То есть просто без какого-либо понимания. Это довольно прискорбно, потому что может приводить к достаточно серьезным осложнениям. Итак, это препараты, с которыми мы сталкивались с вами на одних из первых слайдов. У каждого из них есть какие-то положительные и какие-то побочные действия. Ну, вот кроме травматина, ну, это вообще очень спорный, собственно, препарат, если можно назвать препаратом. Этот слайд я поместила для того, чтобы показать вам. Ни один из этих препаратов не прошел ни одного клинического исследования. Ни один из ранозаживляющих препаратов, я их специально ищу каждый раз, но ни один из них не прошел двойного слепого плацебо-контролируемого исследования. То есть нет ни одного литературного источника, не считая инструкции, либо справочников по лекарственным препаратам, который бы говорил о том, что эти препараты можно назначать. Соответственно, действие их как препарата, которое стимулирует заживление, оно весьма сомнительное. И поэтому у нас остается, что... Но при этом побочные их действия, они всегда реальны. Поэтому получается, что помогает или не помогает, неизвестно, а вот то, что у них есть побочные действия, это, по сути, скажем так, доказано. Что же делать, если мы не можем ускорить заживление? Что же сделать, чтобы наша рана заживала быстро и качественно? Нам необходимо создать оптимальные условия для заживления раны. Это отсутствие дополнительного травматизма, то есть использование современного перевязочного материала. То есть нельзя взять, наложить на рану какую-то марлевую салфетку, при последующем отмачивать ее физросфором, хлоргексидином, перекисью или еще чем-то. Это всегда будет приводить к дополнительной травматизации тканей. Должна быть обеспечена быстрая эвакуация некротических тканей раневого эксудата, то есть для этого должны, опять-таки, использоваться либо специализированные перевязочные материалы, либо проводиться качественная обработка раны. Об этом мы поговорим на следующей будет презентации. И борьба с бактериями, то есть если мы находимся в воспалительной фазе. И также влажная среда, это мы с вами только что обсудили. На основании чего же назначают ранозаживляющие средства? В основном на основании инструкции. То есть ни одних каких-то более-менее значимых, либо, скажем так, достоверных литературных источников, где бы было написано, что нужно назначать мактовегин, травматин, эбермин, неважно, я, к сожалению, не нашла. Ну, если у кого-то есть, может быть, вы со мной поделитесь. Значит, почему назначают ранозаживляющие средства? То есть, безусловно, есть же какой-то стимул врача эти препараты назначить. На мой взгляд, первым является просто по инерции, потому что, работая в клинике, до этого всегда его назначали, собственно, и мы назначаем, вдруг будет хуже. Вдруг я не назначу, станет хуже, скажу, что я плохой доктор. Значит, второе – это пожелание владельцев. То есть, на мой взгляд, это один из самых важных пунктов, потому что владельцы всегда хотят для своего питомца сделать как можно лучше, и они просто вымаливают у вас какую-нибудь супертаблетку, супервитаминку для того, чтобы сделать, ну, еще лучше. И личный опыт – это самый злой враг, скажем так, прогресса, потому что, когда появляются какие-то новые данные, очень сложно убедить даже самого себя о том, что этот препарат, допустим, неэффективен, потому что мы его применяли. То есть, в нашей клинике Актовегин применялся постоянно, после практически любой операции. Отказаться от него было очень страшно, потому что непонятно было, вдруг станет хуже, потому что мы просто отказались от этого препарата. Раневая контракция – очень важная и очень особенная, скажем так, механизм, который всегда происходит в ране. И очень часто действие этого механизма незаслуженно приписывается действию каких-либо препаратов. На самом деле, раневая контракция происходит в любой ране всегда независимо от нашего того участия. Что же это такое? Уникальная особенность заживления раны – это феномен раневой контракции. Раневая контракция начинается примерно с конца первой недели после ранения. В это время часть раневых фибробластов трансформируется в специализированные клетки, которые называются миофибробласты. К ним присоединяется альфа-гладкомышечный актин, после чего они становятся, по сути, клетками, похожими на гладкомышечную мускулатуру, которые способны к сокращению. Феномен раневой контракции вы можете проследить на данном слайде. Это собака, ей, по-моему, 12 или 13 лет, но уже больше 10 лет. Это пудель, помесь пуделя. Ему удаляли достаточно объемное новообразование. Часть дефекта была закрыта поворотным лоскутом, часть дефекта была не закрыта. Планировалось ее в дальнейшем закрыть свободным лоскутом, но владельцы отказались от повторной операции. Поэтому мы с вами можем наблюдать то, как происходит заживление. Это слайд. Там чуть больше недели прошло. Вы видите, что сократилась рана почти вдвое. И последний слайд – это через 2 недели. Миофибралбласты находятся в ткани, в грануляционной ткани, бессистемно приклеиваясь к противоположным краям раны. Затем, постепенно сокращаясь, они приводят к сокращению раны. Очень часто врачи путают данный феномен, считая, что кожа каким-то волшебным образом может нарастать с краев. Если кожа повреждена на всю глубину, ни с каких краев она нарастать не может. Кожа – это такой же орган, как лапа, хвост или ухо. То есть, если хвост купировали, то чем бы вы его ни мазали, хвост не вырастет. Точно так же, как и кожа. Поэтому, если кожа повреждена на всю глубину, а я здесь уверена, что она повреждена на всю глубину, это я ее удаляла. Поэтому это не кожа нарастает. Это миофибралбласты, которые приклеились к противоположным краям раны, постепенно сокращаясь, приводят к растягиванию кожи. Этот процесс продолжается в течение двух лет. Это значимо. Безусловно, если он находится где-то в области шеи, либо бока, то это не имеет никакого значения, лишь сокращает ваш дефект. С этим довольно часто приходится бороться, если такие обширные поражения у нас находятся в области суставов, потому что это может приводить к достаточно серьезным контрактурам, либо если такие поражения у нас находятся в области полых органов. Наверняка многие из вас сталкивались. Стеноза уретра, стеноза пищевода. После каких-то длительных нахождений там инородных тел. Итак, чем же мы обрабатывали эти раны для того, чтобы ускорить его заживление? То есть суперпрепарат называется натриохлорид. Также вы можете узнать под названием физиологический раствор. Какие же плюсы у него? Это доступность, низкая стоимость, биосовместимость, не вызывает местного раздражения тканей. И на мой взгляд, одним из важных, очень важных пунктов является то, что это препарат, который описан в различных литературных источниках. И если у вас владелец спросит, на основании чего вы вообще назначили эти препараты, вы всегда можете сказать, что это описанный способ во многих мировых литературных источниках. У него нет отрицательных, скажем так, действий никаких. Значит, это еще один пациент. Эти слайды мне предоставил мой коллега из клиники Биоконтроль. Здесь вы также можете видеть огромные поражения в области спины. После лечения чудо-препаратом физиологическим раствором вы видите, что рана значительно сократилась, уменьшилась. И, по сути, зажила по вторичному натяжению. Этот слайд я вставила для того, чтобы еще раз подтвердить, что кожа никуда не нарастает, что рубец лишь просто сокращает и растягивает края кожи. Этот рубец сильно смущал владельцев, поэтому дальше он лечился хирургическим способом. Вы видите, что выкрой производился по краю этого рубца, то есть никакого захвата здоровой ткани здесь не было. И как только рубцовая ткань была удалена, вы видите, что рана приобрела точно такой же размер, который был до образования рубца. Из чего можно сделать вывод, что кожа ниоткуда не нарастает. Это невозможно. После проведения хирургического лечения мы получили прекрасный результат. Собака все хорошо, все зажал по первичному натяжению. Соответственно, под конец своей лекции, то есть это тот вопрос, который задается постоянно, практически на любой конференции, практически любым врачом, который приезжает в наши клиники. Как медикаментозно ускорить процесс заживления раны? Ответ на него, по сути, может быть только один. Никак. Многие врачи говорят, что какая разница, ну хорошо, не ускорить заживление. Я всегда акцентирую на том, что мы можем не замедлить его. То есть мы, понимая, в каком стадии находится раневой процесс, мы можем уйти, допустим, из стадии воспаления быстрее. То есть не дать, допустим, каким-то внешним фактором замедлить этот процесс. Многие врачи считают, что это одно и то же. То есть не дать ускорить и не дать замедлиться – это синонимы. На самом деле нет. Когда в голове у врача либо у владельца зарождается мысль о том, что этот процесс можно ускорить, они начинают искать средства, лекарства, то есть какие-то препараты для того, чтобы этот процесс простимулировать. А это изначально очень паразитарная мысль, которая присутствует во многих головах, которую потом оттуда очень тяжело убрать. То есть невозможно стимулировать заживление. То есть мы можем лишь создавать оптимальные условия для заживления раны. Она и без нашей помощи заживает достаточно быстро. Следующая лекция, то есть по сути у нас одна лекция, которая состоит из двух частей. Будет сейчас рассказывать моя коллега Айбульна Элла Ледиковна. Это второй хирург, мы работаем с ней вместе. О том, как же создать оптимальные условия для того, чтобы рана заживала. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ